МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти пасхальные дни, как говорят в администрации цирка, от шлага никто не ожидал. Но на следующих выходных людей будет гораздо больше. Всего же Старопольская арена вмещает более 1700 человек. И всем этим людям нужно указать, что делать в случае ЧП. Инструкции для персонала несложные, но их не так просто выполнить, когда на счету каждая секунда. Билетеры должны правильно распределить людей по разным выходам, чтобы не было давки. Проследить, чтобы взрослые не отпускали от себя детей. Над каждым выходом есть световая табличка. Плюс по возможности дорогу подсветят прожектором. Такие тренировки крайне редки, но теперь, видимо, будут проходить чаще, рассказывают работники цирка. Для того, чтобы посмотреть на наши ошибки, если они есть. Ну и, естественно, работать над тем, чтобы безупречно работала служба, обеспечивающая безопасность каждого зрителя. В конюшнях и слоновниках немного нервозно. Кони то и дело недовольно стучат копытами. И никто не предскажет, как животные поведут себя в случае реального ЧП. Куда сложнее, чем в людей эвакуировать животных. Они быстрее нас чувствуют беду и начинают нервничать. Поэтому крайне важно их организовать, побыстрее открыть загоны и вывезти на улицу. И вот наступает ответственный момент. Ведущие прерывают представление экстренным заявлением. Срочно покидали здание до полной эвакуации, до полного выхода из здания. Люди покидали цирк неспешно. Все-таки понимали, что тревога учебная. Но требования персонала выполнили все. Спустя считанные минуты у входа в цирк пожарный расчет. Рукава быстро достигли арены, так что условный пожар потушен. Как только тренировка закончилась, зрители дали свою оценку. Однако многие сошлись во мнении, что тревога прозвучала очень тихо. Этот недочет, скорее всего, придется исправить в ближайшее время. Недавно проводилась проверка прокуратуры совместно с представителями МЧС. И по итогам этой проверки будут вынесены какие-то определенные решения и даны какие-то определенные предписания. В целом же цирк, по мнению спасателей, готов обеспечить безопасность посетителей. Даже при аншлагах. Вадим Аскаленко, Александр Бородин, Ставропольское серевидение. Им уже не терпится выйти на поле, но для начала на путствие старших. Регби я открыл для себя совсем недавно. Начал интересоваться этим видом спорта. Хотя в спорте очень давно. И очень зауважал этот вид спорта за командный дух, за ту борьбу, за ту страсть, которая проходит на спортивных мероприятиях. Убежден, что занятия спортом, в том числе и регби, помогут вам в дальнейшем и в учебе, и в жизни. Побороться за звание сильнейших в Нальчик приехали команды Таганрога, Краснодара и Махачкалы. Турнир проходит по круговой системе и играют в классический регби-15. Детский стадион помнит времена, когда наша регбийная команда гремела на весь союз. Сегодня регби в Кабардино-Балкарии продолжает обретать популярность. В год 50-летия этого вида спорта в нашей республике перед спортсменами и тренерами вновь стоят амбициозные задачи. Как, впрочем, и перед всем российским регби. Руководство регбийного союза планирует занять прочные позиции в мировом регби и популяризировать игру джентльменов во всех регионах. Опираясь на опыт наших ветеранов, на те традиции, которые были зарождены 50 лет назад, детки занимаются тому подтверждением. Вот этот турнир, это первенство, которое проходит в республике. И я думаю, что мы способны достойно представлять этот вид спорта в нашей стране. Юные регбисты Северного Кавказа и Юга России собираются в Нальчике второй год подряд. В рамках первенства встречаются команды с разной игровой практикой. Команда у нас, к сожалению, только городские, начальники, мы играем между собой. А когда мы встречаемся и ФОСКФО с приезжими командами, мы уже видим, насколько мы готовы, где надо тренерам поработать, где не хватает. В первой игре турнира сошлись сборные 4-й спортшколы Нальчика и Ростовской области. Гости смогли вырвать победу лишь на последних минутах матча. В итоге 17-19. Ежедневно на детском стадионе будет проходить одна игра. Турнир завершится в пятницу. Залина Суанова, Олег Ким. Новости дня. Кругом становись вольно. Команды строевого устава эти школьники выполняют, пожалуй, лучше армейских новобранцев. Юно-армейцы уже отмаршировали по плацу не одну тысячу шагов. Так ученики 24-й гимназии Ставрополя готовились к ежегодному смотру конкурсу под названием «Строевой чеканья шаг». Ежедневно они все вместе оттачивали слаженность действий и каждое движение в отдельности. Общее движение строим, чтобы все попадали в ногу и все было одновременно отточено. Вот это самое сложное. Трудно добиться одновременности. То есть кто-то выпал, кто-то чуть ногу не туда поставил, уже не так красиво смотрится. Конкурс ежегодный. Проходит на территории краевого военкомата. И в этом году посвящен столетию военных комиссариатов страны. За победу борются ученики школ краевого центра. Участвуют порядка 40 образовательных организаций. Представлены все школы города Ставрополя. И между ними будет в ближайшие минуты развернута честная, жесткая борьба, я бы так сказал. Перед началом смотра – жеребьевка, которая определяет порядок выступления. А дальше примерно 10 минут на то, чтобы показать мастерство строевой подготовки членам жюри. Оценивают все. Начинают от внешнего вида, строевой шаг, слаженность в командах, исполнение строевой песни. Все оценивается. И команда целый год готовится для того, чтобы выступить на этом конкурсе. Движения должны быть четкими, отточенными и красивыми. Под прицельным взглядом жюри – каждая мелочь. От внешнего вида до взмаха руки при выполнении строевых приемов и поворотов. Лидеры соревнования получают право в День Победы пройти торжественным маршем по площади Ленина в Ставрополе в составе главного парада края. 81 юноармеец, лучший юноармеец Старопольского края будет участвовать в параде победы. Будет две коробки. Одна коробка тренируется на базе 24-й гимназии города Ставрополя. Вторую мы сейчас формируем. Планируется, что в будущем школьники региона получат возможность пройти торжественным маршем в Параде Победы на Красной площади вместе с юноармейцами всей страны. Ирина Ивановская, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. Ирина Ивановская, Антон Поляков, Ставропольское телевидение. Ирина Ивановская, Антон Поляков, Ставропольское телевидение.